Советская Чувашия – говорящая газета. Главное печатное издание республики первым в регионе внедрило эффект дополненной реальности. Технология позволяет совместить чтение газеты с просмотром видео. Подробнее о новом слове в современных медиа. Рифат Фадкулин. В свои сто лет Советская Чувашия не перестает удивлять читателей. Помните, как в фильме о Гарри Поттере на страницах газеты оживали фотографии? Примерно то же самое теперь происходит в газетном номере. Действующие лица и главные герои материалов буквально начинают говорить со страниц. Фото, помеченное специальным значком. Здесь не нужно каких-то особых навыков. Современные технологии позволяют расширить горизонты восприятия информации и почувствовать атмосферу события. Как это работает? Берем смартфон, устанавливаем специальные приложения, наводим на фотографию, ждем пару секунд и вуаля, картинка оживает. Научная фантастика перестает быть фантастикой. Приложение называется Арджин. Отечественная разработка. Оно бесплатное и скачать его можно в Google Play. Благодаря новой утилите газетная полоса становится более яркой и запоминающейся. Сейчас мы реально просто дополнили реальность, дополнили эмоциями те наши хорошие, качественные тексты, отличные фотографии и еще видеоконтентом. Наши журналисты тоже записывают сами. То есть это не чья-то какая-то запись. Хотя, естественно, мы можем, я думаю, что при договоренности с нашими коллегами с телевидением, мы можем использовать их какие-то интересные моменты. Кроме видео, с места событий и телерепортажей со страниц газеты могут сойти в реальный мир и фотоотчеты, слайды, презентации. Самая главная задача всех, опять же, традиционных СМИ и в первую очередь газетчиков, это для того, чтобы поколение молодое тоже обращалось к качественной профессиональной журналистике. И со временем мы будем уже, скажем так, возраст наших читателей, возраст наших подписчиков, будем омолаживать, омолаживать. Я думаю, что нам это удастся. Так визуализация дополнила возможности печатного средства массовой информации. Рифат Фадкулин, Борис Андреев, Республика.